Ну что, ребят, вот и новая лига, уже по сетокорсе, именно по обычной сетокорсе, а не компетизионы, и именно лига от FZR недовек, как она называется, и что же, квалификация, начнем вообще с того, как она все проводится, квалификация у нас проводится в следующем формате, то что у нас есть 30 минут, но на каждый класс, коих у нас аж 3, LMP1, в котором я еду, LMP2 и GTE, отводится на каждый класс по 10 минут, первыми едут LMP1, собственно, первый выездной круг, причем, честно, к этапу особо не готовился, трассу в Fuji я особо не знаю, максимум на ней ездил, наверное, в проджекарсе втором, и то очень давным-давно, и, честно, особо трассу не помню, но, буду честен трассу достаточно легкая, первый сектор в особенности, третий, конечно, да, тут надо немного приноровиться к этим поворотам, но на LMP1, на самом деле, проходится не очень и очень легко, за счет того, что у вас есть гибридная установка, которая вам не даст развернуться на выходах из поворота. Вот, собственно, первая наша попытка, сразу же пытаюсь поставить хорошее время, по поводу того, что я плохо готовился в синглплеере, когда я готовился в практике, у меня было лучшее время минута 27,9, вот, когда я зашел на сервер, и была практика, девиза поставил минуту 23,2, я проехал, поставил, конечно, минуту 25,0, но в квалификации я еще больше офигел, когда я поставил минуту 24,1, и, собственно, да, был я тогда в недоумении, потому что, ну, я не ожидал подобный результат, и то, что я смогу побороться, ну, за хорошие какие-нибудь позиции, но, как мы видим, от девиза я даже недалеко был, то я там проявил даже меньше одной сотой, и по итогу эту сотую надо было как раз-таки отыграть, точнее, нет, одну десятую сотую, да, перепутал. В общем, да, вторая попытка на заключительных, там, двух минутах до открытия питлейна для LMP2, и самая главная задача была улучшить именно на ту самую десятую, которую я мог, в принципе, спокойно улучшить, потому что я знал, где я могу улучшить, вот, и, в принципе, по дельце даже уже видно то, что я вот местами улучшаю, в затяжном правом уже улучшаю на одну десятую, но, самое главное, улучшить могу еще в третьем секторе, ну, и также, да, на выходных спорт тоже можно улучшать за счет гибридной установки, но ей надо все-таки иметь пользоваться, потому что можно сжечь чересчур много гибрида, и, точнее, энергии, и по итогу у тебя не останется ее на стартничной прямой, которая здесь очень длинная в фудже, и на которой как раз-таки можно отыграть очень много времени, если у тебя есть достаточно заряда на круге, заряд на круге обозначен у нас желтым на данном тахометре, зеленым это то, сколько у меня энергии есть, в принципе, в еще гибриде, ну, а синим обозначается то, что я использую, ну, точнее, сколько выдается, вот, ну, про гибрид долго рассказывать, на самом деле, ну, и вот, собственно, у меня это истина, уже в 3 секторе я привожу 2 десяток, и теперь самое главное их довести до окончания круга, выжимаю все соки из гибрида, ну, и, собственно, да, без проблем довожу почти 2 десятки, выхожу из 24 секунд, и по итогу ставлю пол позишн, и, в принципе, неплохо я начинаю данный сезон пол позишном. Старт у нас дается с хода, но делать это у нас следующим образом, мы просто едем первый круг очень медленно, и подъезжаю уже к старт-финишной линии, у нас начинается гонка для нашего класса и для всех остальных, собственно, тут же врубаю по максимуму ЕРСа, и пытаюсь за первый поворот сохранить себе первую позицию, пытается меня обойти девиза по внутренней траектории, но на выходе у меня есть небольшое преимущество, я использую гибрид, но пытаюсь не полностью израсходовать, потому что я понимаю то, что мне еще нужно на старт-финишной прямой его использовать. Девиза переразогнался даже немного, по итогу очень широко вылетает в третьем повороте, и уже в четвертом я выхожу вновь на первую позицию, и, если так говорить, то это был единственный момент, когда я, в принципе, был не на первой позиции, поскольку, ну, такой спойлер, дальше у нас будет гонка, так сказать, в одно идти русло. Ну и девиза вновь пытается меня атаковать уже на подходе к третьему сектору, опять же, в нем идти бок о бок очень сложно, а переезжать в нем машины младших классов еще сложнее, и в будущем вы увидите почему. Ну и, собственно, да, происходит у нас небольшой контакт с девизом, но в осадокорсе стоит заметить то, что, на самом деле, повреждения достаточно минимальные, потому что, казалось бы, повреждения у меня заднего антикрыла, у девиза переднего антикрыла, но по скорости, на самом деле, это не сильно бьет, поскольку, ну, так сделано по системам повреждения в этой игре, и в будущем я еще получу некоторые повреждения от машины ГТЕ. Собственно, выход на старт-сменичную прямую, используя оставшуюся часть гибрида на этом круге, но не всю, потому что надо еще оставлять энергию на будущие круги, и тут же отрывается эта девиза на полсекунды. И от Тарабукина мы оторвались вообще там на полторы секунды, в общем, между девизой и... И по итогу все. Гонка между мной и девиза только уже будет идти, и самое главное теперь надо было красиво, так сказать, опережать машины младшего класса, чтобы как раз не встревать в некоторой ситуации. Ну и, собственно, вот, спустя уже 5 минут гонки мы догоняем такие ГТЕ класс, и догоняем в третьем секторе. Вменьше всего я этого хотел, потому что в третьем секторе обгонять очень сложно, потому что здесь, опять же, только одна хорошая есть траектория, и обгонять, как-то пытаться по-внутреннему радиусу чревато тем, что вы можете друг друга просто задеть, и гонка для вас закончится. Но, благо, догнал я их только к последнему повороту, пытаюсь по-внутренней траектории как-то пройти, но тут между ребятами идет борьба, девизы меня тут же догоняют, я пытаюсь по-внутренней траектории пройти, и тут у меня въебывается форт. Просто из-за того, что он решил сместиться на траекторию, где он ударился по Феррари, ну и по итогу, да, я ловлю повреждения. Конечно, что девиза также там немного застряла за этим всем делом, ну и по итогу между мной и девиза образовался небольшой отрыв. Но, да, уже такие повреждения как-то не помешали мне продолжить гонку в моем же темпе, я спокойно сохранял дистанцию до девизы, даже местами отрывался, и в принципе все складывалось достаточно неплохо. И на одном из кругов это достаточно неплохо превратилось в то, что эта гонка будет, ну, скорее всего, выиграна в одну клетку, если я просто не зафакапаюсь где-то впереди. Но все-таки гонки мультиклассов как раз таки интересны тем, что классы поменьше могут здесь очень сильно повлиять на исход. Ну и, собственно, да, вот девиза улетает в третьем повороте, он зацепил траву, и по итогу сразу же между мной и ним где-то 8 секунд разницы становится, плюс там еще и Тарабукина его догнал, но будем честны, то что Тарабукин особо не был таким большим соперником для девиза, потому что все-таки темп у них был намного-много разный. Ну и потихоньку я начинаю ехать вперед, подобную картину я видел почти каждый круг, это круговые, и стоит отметить то, что здесь люди по-другому немного пропускают ЛМПИ-1. Обычно в регламентах прописывают то, что гонщики ГТЕ и ЛМПИ-2 не обязаны пропускать пилотов ЛМПИ-1, у нас же люди, наоборот, старались по максимуму пропустить как раз пилотов высшей категории, за что им отдельный респект за это, но все-таки порой то, что они пытаются тебя пропустить, может закончить все не очень хорошо, все-таки я, как человек, который ездил и в другой, так сказать, лиге, вот самый свой первый, тоже имел название на ВЭК, и тоже на ЛМПИ-1, там были правила то, что ГТЕ не пропускают по своему усмотрению, и я уже привык больше к тем правилам то, что ГТЕ едет по своей траектории, и ты только уже от этой траектории отталкиваешься, где ты будешь обходить данного пилота, а когда ты пытаешься обойти человека, особенно в каком-нибудь, ну, прямом участке, с небольшими поворотами, особенно в конце второго сектора, ну, порой бывают такие моменты, бывали моменты опасные, когда я мог все-таки столкнуться с пилотом, но благо до контакта все-таки не доходило, но в принципе там был даже момент в СЭЛМПИ-1 даже почти с контактом, с круговым, причем самое смешное, но опять же все обошлось за счет того, что есть в Корсе хорошие, так сказать, плагины по типу Хеликорса, которые показывают рядом с тобой болиды, что сейчас будут ходить Феррари, и слева от тахометра показывается, так сказать, радар, и где, как позиционируется твоя машина по отношению к оппоненту. На самом деле очень полезная фишка, ее даже сделали в Компетезионе, причем официальной фишкой, за счет чего намного проще понять, где оппонент едет, и сколько между вами еще есть расстояния, чтобы, например, там притерез к нему поближе, чтобы получше зайти по траектории и так далее. Ну и, собственно, вот, каждый круг я обгоняю ГТЕ, обгоняю ЛМП-2 болиды, и, в принципе, этим, ну, мне даже интересно данная серия, то есть не когда ты в Формуле-1, например, там едешь, и, там, оторвавшись, там уже на секунду 5, отпреживая, что понятно, просто едешь каждый круг, там, у тебя просто хот-ла прижимы, ты просто едешь, 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 никому, починя, конечно, там максимум каких-нибудь круговых, ну, которые, там, остались, из-за каких-нибудь там контактов и так далее. Здесь же тебе приходится каждый круг обгонять медленные болиды, причем намного медленнее, там, в той же Формуле-1, прям медленный пилот, вот, и, то есть, кстати, один момент, когда я пытался обойти по внутренней траектории в четвертом повороте, но пилоты ГТЕ, я не знаю, то ли это нормальная траектория для ГТЕ, но данный поворот на, по крайней мере, прототипах проходится по-другому, даже я вот во время трансляции говорю, то, что, ну, на прототипе, ну, что ты все время стараешься найти как можно более по внешнему радиусу, чтобы взять поздний апекс, и чтобы лучше выйти на эту небольшую прямую, и по траектории затормозить до пятого поворота, но вот ГТЕ тут так, и благо я не убил того пилота на ГТЕ на Феррари, то есть его немножко поддел, но не более он успел, все-таки, скорректировать, и его не развернуло. На тридцатой минуте я выезжаю из боксов, причем выезжаю достаточно так весело, чуть ли не вшатываюсь в кругового на ЛМПИД-1, ну, благо, все-таки, отормозится, ну, и вшатал, что была бы это уже моя проблема. По поводу пистопов, конечно, здесь они очень медленные, девизы, как ты хочешь, весело настроил, потому что механики меняют колеса просто целую вечность, мне спиджи даже залить полный бак, да, механики току, там спустя еще пару секунд, мне поставили последним мои колеса, на уже последний стиль, так сказать. Ну, и что же, я решаю, на встречу круг после пистопов, почему бы не бахнуть какой-нибудь хороший круг для фастлапа, причем на тот момент фастлап идея вроде был за мной, минус 25,5. Был у меня удивительный, сам лучший круг был минус 25,6, но могу ошибаться, конечно же, вот, ну, и что же, после пистопа я сразу же знаю, где я могу улучшить свое время и сразу же пытаюсь это делать в конце второго сектора на прямом таком участке до третьего сектора использую по максимуму свой гибрид, разгоняюсь до седьмой передачи, до трехсот километров. Самое главное здесь теперь не ошибиться на торможении в данную шпильку, небольшую связку тут, трех поворотов, ну и в третьем секторе я уже начинаю отыгрывать очень много времени, особенно на свежем резине, да, полной баки, но особо это не делает какой-то большой погоды для меня. Без проблем прохожу третий сектор, впереди вижу медленные болиды. Самое главное то, что для этого круга у меня был впереди свежий воздух, не было никого из младшей категории, кого надо было опережать. Ну и выход на старт в минюшную прямую и тут же я улучшаю свой лучший круг на секунду. И причем из минут 25 во время гонки кроме меня никто не смог выйти и близко даже. Ну и в принципе я единственный, кто смог поставить подобный круг. После этого я даже сам не смог даже поставить ну близко даже к этому кругу, то есть самый близкий круг там минут 25 с чем-то у меня был. Ну и тут интересный момент, то что обгоняя двух круговых из ГТЕ и Феррари пользуются тем, то что я начинаю обгонять Порше во время уже самого поворота, в то время как Феррари я опередил на прямике и по итогу Феррари за счет этого получил даже позицию. Тут остается минут до конца гонки, пилот на LMP1 достаточно сильно разогнался в четвертом повороте, я еду по своей обычной траектории, естественно синие флаги и тут за счетки рекорд я вижу то, что он очень медленно проходит Айпикс и прям по нему едет и за счет этого я отверзнусь и избежать контакта, который мог повлечь то, что я мог просто закончить гонку не на первой позиции, а скорее всего на второй. Но и все, после этого остается только дыхать уже до конца. Этот круг и следующий круг, естественно, который станет последним для нас. Переключаю режим гибридом, чтобы он работал на прямиках, то есть когда я нажимаю на газ в пол и ровно у меня стоит руль, то естественно гибрид начинает отрабатывать. Ну, у подобных режимов у гибрида, если я правильно помню, 6, но во время гонки чаще всего используются два или три режима и в основном используется то, что ты именно сам деплоишь энергию, когда тебе это нужно, потому что, ну, если использовать на автомате, оно будет очень быстро тратиться и не давать тебе того преимущества, что ты можешь использовать за счет гибрида в принципе. Девиза в этом вроде в 10 секундах от меня ехал, может быть чуть дальше, может чуть ближе, тут сложно сказать по реал тайму, потому что его не видно пока что, так как он только-только там где-то ехал, ну и да, по итогу гонка прошла, ну, в одну калитку, на самом деле, я был достаточно удивлен такому результату, потому что, ну, я ожидал худшего, потому что я знаю, что Девиза и все-таки Тарабукин, быстрые пилоты, да, это конечно на Сета Корс, это не формула, но все-таки, если ты умеешь ездить хоть где-то, ты будешь быстрым почти везде, особенно, если ты знаешь трассу, ну а для меня Фуджи была достаточно новой трассой, я думаю, для большинства этих пилотов она была в новинку, может быть, для тех только, кто гонял в Проджикарсе 2-ом, она была не в новинку и они знали, как ее проходить. Ну и что же, третий сектор, все, грубо говоря, уже решено, остается лишь пройти пару-тройку поворотов, перед идущих круговых обогнать, чтобы не было лишних, так сказать, проблем, ну и все, можно уже доставать шампанское и идти отмечать. Тут с Паршаком небольшие проблемы, конечно, возникли, потому что он начинает смещаться на траекториях, хотя я, наоборот, смещался на нее раньше него, но все равно хожу без каких-либо контактов, выжимаю полностью гибрид и по итогу финишная черта, ну, она только сейчас проходит и первая позиция в открывающем гонке недовека. Что же, трансляции недовека у нас проводятся каждую пятницу в 7 часов, вступать в группу ВКонтакте обязательно для того, чтобы не пропустить анонсы стримов, потому что каждую неделю я вывешиваю расписание стримов на неделе, которые у нас будут. Ну что же, результаты перед вами, данный этап завершился достаточно интересным для нас, посмотрим, как у нас пойдет дальше, а дальше у нас будет Китай, Шанхай, все-таки трасса, многие знакомы по формуле и посмотрим уже, какие результаты нас будут ждать там. На этом все, ребят, с вами был Вархаммер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорых встреч, пока-пока и удачи!